Всем привет, кто смотрит это видео. Смотрите, какую я маринованную капусту со свеклой красивую приготовил, а главное вкусную. Хотите научиться такую же готовить свеклу, тогда смотрите видео дальше. Приятного вам просмотра. Для начала необходимо приготовить маринад. Ставлю на огонь 1 литр воды, добавляю сюда 2 лавровых листа, 10-15 горошин черного перца, полстакана сахара, полстакана растительного масла, 2 столовые ложки соли, 1 столовую ложку уксусной кислоты 70%. Все, теперь это нужно довести до кипения. Пока это варится, перейду к нарезке овощей. После прошлого рецепта, когда я готовил капусту по-корейски, у меня осталась вторая часть белка весом 2,5 килограмма. Вот ее я и нарежу шашками. Удаляю кочерыжку, разрезаю пополам и нарезаю на шашки небольшого размера, вот такой должен быть размер. Нарезанную капусту я перекладываю в тазик побольше, так как капусты очень много, в этом тазике потом будут перемешиваться все овощи. Всю капусту я нарезал шашками, теперь можно сделать так, чтобы не было больших таких скреплений листьев. поэтому я перебираю и разделяю. Потому что толстые листья, толстые скрепления, они плохо промаринуются. Маринад закипел, я уменьшаю огонь, чтобы у меня не выкипло. И кипячу 10 минут. Продолжим нарезку овощей, далее мне понадобится две средней величины луковицы весом 150 грамм. Нарезать нужно соломкой. Лук добавляю к капусте. Далее я беру 5 средней величины свеклы. Здесь общий вес этой свеклы 500 грамм. Нарезать нужно все соломкой. Если не хотите нарезать соломкой, можете натереть на крупной терке. Вот такая соломка у меня получается. Нарезав циклу, теперь я измельчаю 4 зубчика чеснока. Желательно брать зубчики покрупнее. Если мелкие, то берите больше. Если не хотите измельчать ножом, можете натереть на мелкой терке или выдавить через чеснокодавку. Измельченный чеснок также добавляю ко всем овощам. А теперь все, мне это нужно аккуратно перемешать. Перемешивайте и одновременно сильно сжимайте овощи. Не жалейте их. Овощи я перемешал тщательно. Можно было в принципе и побольше свеклы добавить. Ну да ладно. Теперь все это я утрамбовываю в контейнер. Вы, если хотите, можете утрамбовывать, скажем, трехлитровые банки. Я постараюсь поместить все в один контейнер. Все, кое-как я утрамбовал овощи. Воспользовался ступкой еще, потому что кулаками не очень получалось. Вот так вот утрамбовал. Все, теперь это заливаю моим маринадом. Далее что я делаю. Теперь я ставлю эту всю капусту под гнет, чтобы она у меня вся была в маринаде. И все, теперь в таком виде я оставляю при комнатной температуре остывать на 7 часов. Затем я уберу в холодильник. В холодильнике она также будет стоять где-то часов 7-8. Потом уже капуста будет готова. Ну что ж, определенное время маринования прошло капусты и можно ее уже пробовать. Ну по вкусу немного кислоты не хватает, хотя очень даже ничего. Так что всем кому понравилось это видео ставьте лайки, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну и обязательно попробуйте приготовить такую вкусную маринованную капусту с циклой. всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok